За что так сильно ругали Магомеда в перерыве? Я ему говорил, смотри, одним действием этот бой он мог выиграть. Я не делал, там одну установку не выполнял, которые он мне там, я не знаю, два месяца от меня требовал. Два месяца отрабатывали. Вот просто одно действие, если он делал, посмотри, когда Александр к сетке зажимался, ему надо вот что-то. Та-та, бум-бум, и выход, выход, та-та, бум-бум, выход, не надо, или да-да-да, усел, и продолжение, все, и когда Александр шел, двумя, одним действием, смотри, одно действие, я показываю, ну легша Мага, сел, бум, сел, бум, и вышел, 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 на месте не должен стоять, он начинал, он же видит, не проходит, там Александр боковые закиды, бэквисты, он, знаешь, что, он после удара, он заставился Мага, это не свойственно ему, он, он боксер, он, он тактически грамотный боксер Мага, он может боксировать очень хорошо, но здесь бой был, как сказать, как бы, я не знаю, что он хотел показать, Сейчас, 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 сейчас! После какого раунда и в каком раунде тревожнее всего вам было? Вот после первого раунда. Потому что он после первого раунда уже как-то кондиции подводить. Это чисто на морально валимых он бой. Он показал свой дух, характер, что и Александр показал. Они вдвоем показали духовитый бой, я на самом деле говорю. Я даже рад, что он так закончил, что Мага не финишировал, что Александр не финишировал Магу. Были моменты у того-другого очень. Но у Мухаммада было больше. Смотри, Мухаммад каждый раунд выиграл уверенно. Но в каждом раунде у Александра были моменты, где он мог финишировать Мухаммада. Ну вот, или в каждом, или хотя бы из пяти в трех раунда. Уверенно моменты были, где вот я уже на грани. У Мухаммада не делал выходы. Это обычная боксерская работа. Коротко. Удар, выход, выход. Удар, удар, выход, выход. Он как бы, как сказать, он принял бой Александра, начал как он. Ну, помнишь? Поняли смысл? Как бы рубка началась. И по красоте бой получился. Я рад, что зрителям понравилось. Они заработали, ну, они отработали свои деньги, я думаю. А как так вышло, что базовый борец почти не боролся? Ну, я, потому что у него коленки. Мы же больше удар. Вы же знаете, коленки он не может на полу. Ну, есть свои проблемы. Понимаете? Все. Да. Это все объясняет. Вот. Больше на ударку. Но ударки тоже он мог нам голову лучше поработать. Но я рад, что так прошел бой. Для обоих до конца сложился. И для Александра, и для Мухаммада. Имеет смысл реванш за правильные деньги. Здесь же реванш за этот же титул. Но там по гонорару надо поговорить. Более истинно. А почему побежали обнимать? Потому что Александр провел как зверь. Мы его уважаем. Я уважаю его понятия. Ну, не во всех планах. А понятия, что он против спиртного. Что против. Там многие моменты я не поддерживаю его. Есть там, не хочу говорить. Но, в общем, как мужчину я его уважаю. У него что-то есть такое мужское, дагестанское. Как кавказский у него. Характер он даже как свой у нас. Понимаете? Я вот этот момент говорю. Да, он за здоровый образ жизни. За семью. Ну, чуть-чуть серьезнее, конечно. Чуть можно. Ну, как. Но, в общем, у меня уважение к нему как к мужчине есть. Поэтому я его обнял. Поздравляю. Вот это бой прекрасный был. Я очень рад был, что не было нокаута в его сторону. Что прошел. Он полный все пять раунд. Он был отработал. И я поздравляю его тоже с прекрасным выступлением. У Александра есть такая особенность. Чем сильнее соперник, тем сильнее он сам. Я отвечаю. Есть такие бойцы. Я занимаюсь. Вот я знаю. Отвечаю за слова. Почему? Вот был бы чуть слабее соперник. Может быть, слабее подрался. Поставили бы здесь вот бранч. Есть многие. Кто еще? Лельси. Как его? Лельси. Как его? Хелси. Хелси. С кем у него бои были? До. Простой. Он вот как с Зюр дрался. И после простоя, вот если были бы, вот сейчас даже другой вышел бы, Мусаси. Я думаю, он тоже Зверский бой показал бы. Молодцы. Я рад, что устроили два спортсмена шоу. Молодцы. Спасибо вам. Продолжение следует...